приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такое вот видео называется она обретение бессмертия христианами во время второго пришествия иисуса христа ну или по-другому изменение смертной плоти христиан в бессмертную во время второго пришествия иисуса христа на землю произойдет оно вдруг как пишет павел в мгновение ока при последней трубе ибо вострубит и мертвые воскреснут не тленными а мы изменимся ибо тленному этому надлежит облечься в нет лени смертно м?". этому облечься бессмерт не в бессмертие когда же тленное это облечется внетление и смерти смертное это облечется в бессмертии тогда сбудется слово описано и поглощена смерть побед и в смерть где Где твое жало, ад, где твоя победа? Это место из первого послания Коринфянам апостола Павла, 15 глава. Мы с вами сегодня с него начали, им и закончим. Я долго искал иллюстрацию, которая соответствует теме сегодняшнего видео. Ее было непросто найти, я уже даже отчаялся. Но в принципе достаточно так, она и на значке, она хоть и мелкая, ее там не особо видно, конечно, но вот у вас на экране она более крупна. Как раз грядет Иисус, ангелы собирают, мертвые во Христе воскресают, а живущие во Христе изменяются. Здесь самого изменения не видно. Изменение христиан тоже было очень тяжело найти картинку. Все, что я такое нашел, более-менее близкое по тексту, по смыслу, это вот такое вот, все, что есть у вас на экране, другого пока ничего нет. То есть кто-то, я всегда говорю, у кого-то есть более хорошие, интересные картинки, соответствующие евангельским событиям, может всегда мне их сбрасывать в личку в любой удобном вам мессенджере или социальной сети. О чем сегодняшнее видео, что мы сегодня с вами из него узнаем? Ну, о том, что действительно, я уже вам зачитал, христиане во время второго пришествия Иисуса Христа, мертвые будут воскресать, а живые, дожившие до этого времени и часа, будут изменяться, облекаясь бессмертной, абсолютно бессмертной плотью по образу и подобию Иисуса Христа, воскресшего после своего убийства и вознесшегося на небеса, уже в плоти несмертной. В конце я очень важным, бонусом скажу очень важную мысль, поэтому рекомендую досмотреть до конца, будет она связана опять с тысячелетним царством, потому что вот сегодняшнюю мысль, знаете, кто-то, может, впервые вообще это от меня слышит, вообще о таком, да, от христиан, то, что кто-то не читает Писание, у нас полно христиан, которые только по имени христиане, не изучающие ни Писание, не познающие истину, живущие абы как, то действительно вот о том, что именно христиане обретут бессмертную плоть, говорится, не говорится нигде, кроме одного единственного места. Это очень важно, это вот я в конце итог подведу, вообще, откуда мы узнаем вот эти откровения, и можем ли мы, как очень часто утверждают православные, католики, даже протестанты, брать из Библии что-то, что там не соответствует Евангелию. Вот Иисус учил или не учил об этом? А вот апостол вроде бы есть. Имеем мы право это за истину выдать, или наоборот мы должны это отвергнуть? Это очень важно. Сегодня мы с вами в конце, я подытожу, что вы все увидите. Ну, давайте начнем. Я страничку на своем сайте подготовил, христалюк.рф по-русски, или христалюк.ру по-английски. Ссылка будет в описании к этому видео, кто интересуется, кому нужны эти тексты. Я, естественно, буду сегодня уже, обычно я, вы знаете, очень много вам зачитываю. Сегодня я позволю себе вырывать из контекста, даже, можно сказать, кусочки эти. Контекста вы можете сами обратиться, все ссылки, я говорю, у вас, в принципе, на экране вся достаточно крупная, все стараюсь показывать. И сможете сами почитать, если что-то там надо, убедиться, что это, как говорится, это вырывание сегодня не особо даже... Но это важно, да, и я буду своим словам, как себя, комментировать, но я не буду все дословно зачитывать, да. В этом-то и смысл проповедников, что он говорит, в принципе, своим словам, иначе прочитать это все и так можно, да. Ну, моя краткая фраза. Как и когда христиане, живущие по заповеди Божьей в любви ко всему его творению, к растительному миру, к животному миру, к духам, к людям, как и когда христиане, живущие вот так, в любви ко всему Божьему творению, обретут бессмертную плоть? Ответ на этот вопрос мы с вами найдем, рассмотрев следующие места из Библии. Первое место, которое мы с вами будем рассматривать, это Матфея, 16 глава, 20. Ну, я прям, я помечаю, как один стих, какой конкретно говорит об этом, и вам, в принципе, несмотря на то, что я весь, все зачитывать вам не буду, и, возможно, порой это даже короче, чем говорю я, но я говорю, на то он и проповедник, чтобы он говорил своими словами. Это глава, не зря картинки, я стараюсь говорящие тоже как-то подставить, потому что эпизод, контекст, который вы возьмете, это как раз, и я здесь, в принципе, специально для вас пометил, чтобы вы знали, откуда надо в контексте почитать. Это 16 глава, но читайте вы не просто 28 стих, а именно с 13 стиха. Придя же в страны Кесарии, Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого? Я надеюсь, вы помните, а кто не помнит, я или не знал, хорошо, когда не знал, да еще и забыл, да, я, конечно, все равно говорю, кратко контекст подам, вам подам, да. Да, Иисус спрашивает, ученики начинают отвечать, что кто за кого почитает, кто за пророка, там, Илию, не Илию, ну, Петр говорит, что вот я лично, так скажем, да, почитаю тебя за Христа, за помазанника Божия, за того мессии грядущего, который нам обещан, правда, он под ним воспринимает некоего царя земного, да, Иисус говорит, это не так, а я тот мессия, который, тот ваш путеводитель, путь истинной жизни, который будет, покажет вам путь жизни, святой жизни, в любви, в жертвенной любви к врагам, даже до смерти, смерти крестной, поэтому мне надлежит быть, много пострадать, быть убитым, и в третий день воскреснуть. Петр его отводит, говорит, что не будет этого с тобой, побереги себя, Иисус ему говорит, что отойдет меня сатана, и поворачиваясь к ученикам, говорит такую небольшую речь, что кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой, и следуй за мной, неся его, и отвергнись всего ради меня и Евангелия, ради истины, ради любви, ради святой жизни, и заканчивает он эту фразу, да, что приду, ибо настанет день, когда я приду, с отьмой святых ангелов, в царстве, в силе царства отца своего, с отьмой святых ангелов, что воздать каждому по делам его, как он жил, по делам его, добрым, то или злым, как писал апостол Павел, живя в теле, что мы творили, ну, в общем, по нашей жизни, и говорит им, заканчивает эту речь, он удивительной фразой, так скажем, да, истинно, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят сына человеческого, грядущего в царстве своем, вот первое место, я их в некой последовательности выставил, мы три места возьмем в Евангелие, и два из апостола Павла рассмотрим сегодня, в принципе, может быть, есть другие места, может быть, я что-то пропустил, пожалуйста, пишите в комментариях, может быть, что-то мне, что-то я подзабыл, да, я знаю вот пять мест, из которых мы можем вот эту истину уразуметь, да, Иисус прямо говорит, что, во-первых, Он обличает всю эту ересь по поводу там какого-то предскорбного, доскорбного, лжеучения, о доскорбном воскресении, восхищении церкви на небеса, ничего этого не будет, будут и христиане, и святые люди, и до второго пришествия Иисуса Христа. Кто-то эти места относит, есть лживое учение, в принципе, вместе с этим лживым учением о восхищении церкви, что якобы иудеи последнего времени, Израиль, это вот, это к ним относится, да, вообще, Евангелие от Матфея, я такое, я такое лично от протестанта слышал, вот от проповедника всех этих ересей, лично с ним общался, он утверждает, что все Евангелие от Матфея, от Нагорной проповеди, это все к Израилю, к евреям относится, да, любить врагов, это все христиан не касается, он мне лично это в лицо говорил по скайпу, вот, это удивительно, ну, в общем-то, вот эти все места, он также относится, что все это не к христианам, невеста его будет восхищена, это все к евреям относится, к Израилю, это не к христианам, это удивительно, в какой бред может зайти человек, хотя, казалось бы, искренне такой протестантский христианин да но вот мы видим до чего эти секты доводит что-то 3 от и отвергают просто истину они спасены по вере как как он сам утверждает плюс ничего вот мы видим до чего до чего это человека доводит у нас именно те все 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 страдания в мире все вот эти зло в котором мы сейчас с вами живем все сейчас расширской агрессии в украине и прочие беды именно потому что люди живут по спасению по вере плюс ничего ничего и больше не надо именно такие спокойненько режут потом точно так же как православные до режут и он спокойненько друг другом на украине да и русские украинские все хорошо кто спасен по вере плюс ничего кто спасен попала крокодилями слезами под попе под поповским полотенчиком первое место но обращу внимание сразу мы не видим кстати Исус почему забыл сказать о воскресших из мёртвых это очень важно знаете если где-то что-то проглочено не значит что это не истина да в других-то местах мы знаем что это есть вот Иисус ничего не сказал о воскресших из Мёртвых что значит мёртвые не воскреснут во 2 пришествие Иисуса Христа мёртвые во Христе умершие в Христе Да как это говорится конечно воскресный Иисус здесь говорит нет но нам раскрыл маленькую тайну что оказывается будут будут христиане не всех оказывается во время гонения даже последнего времени уничтожат многие будут скрываться бог их будет хранить по слабости может быть их не готовых принести себя в жертву жертву врагам да или в свою любовь даже до смерти неважно какой крест на через отрубление головы повешение там я не знаю расстрелы и так далее да то оказывается есть но иисус ничего не говорит да вот они увидят его ну хорошо увидит а как они дальше ну увидят поживут с ним кто увидит в 20 лет кто в 30 лет кто в 40 земных наших летах жизни кто в 60 кто 80 ну и что поживут с иисусом и умрут да увидят второе пришествие а что дальше то что будет происходить в пришествии иисус нам эту тайну не раскрывать до после этого кто помнит кто не помните напоминаю в образе в историческом событии происходящем с иисусом мы видим подтверждение всего того что будет происходить во второе пришествие иисус берет трех учеников они на гору восходят он изменяется но изменяется в какую он изменяется плотью нет у нее одежда становится блистающей как свет как белищик на земле не может выбелить но там ничего не говорится о том что это бессмертие обретение да это лишь символ во-первых святости святой жизни до что они взойдут навстречу иисусу своему жениху потом спустятся но там ничего нет о бессмертии плоти это очень важно но мы с вами узнаем что люди будут дожить доживут следующее место как я его расположил это евангелие от она 11 глава 26 стих это воскрешение лазаря которое описано только в евангелии от она ни в каких других синаптических евангелиях марка матфея луки мы с вами об этом не узнаем узнаем благодаря евангелия от она тогда марфа сказала иисусу господи если бы ты был здесь не умер бы брат мой ну всего нас 26 стих читать можно всю историю с воскрешением лазаря ну хотя бы вот я выбрал хотя бы с 21 стиха это я вам зачатую может побольше обратиться тогда марфа сказал иисусу господи если бы ты был здесь то не умер бы брат мой но и теперь знаю чего ты не попросишь у бога даст тебе бог иисус говорит ей воскреснет брат твой марфа сказала ему знаю что воскреснет воскресение в последний день иисус сказал ей я есть не воскресение и жизнь верующий в меня если и умрет живет и всякий живущий и верующие в меня не умрет вовек веришь ли ты этому во первых очень важный момент по поводу того что те же самые православные католические секты псевдо христианские секты отвергают два воскресения иисус ей прямо говорит что верующий в меня если умрет оживет а как же не верующие мы же знаем о великом суде что там все воскресли нас есть два воскресения опять же которая описана прямо в книге откровения опять же которые православные католические псевдо христианские секты отвергают видео вводя в заблуждение своих адептов лишая их блаженства первого воскресения и тысячелетнего царства со христом иисус ей прямо говорит я есть не воскресение и жизнь верующие в меня если умрут и они умрут иисуса на земле не будет после его убийства смерти воскрешение и вознесения на небеса две тысячи лет которые уже закончились мы с вами вот с года на год ожидаем его второго пришествия поэтому если умрут они умерли оживут а всякий и живущий и верующий кто доживет до это время и будет в это время жить когда я буду приходить живущий и верующий не умрет вовек веришь ли этому здесь уже здесь уже иисус прямо говорит что этот человек не умрет вовек я к тому что знаете мы сейчас с вами будем читать апостола павла кажется павел открывает что-то такое чего 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 иисус не говорил это не так точно так же как с тысячелетним царством мы видим с вами точно так же как с воскресенье из мертвых мы видим что здесь в евангелии от она когда ты внимательно вчитываешься ты видишь что иисус сказал об этом если в евангелии от матфея причем в той речи в том конкретный эпизоде мы видим это разное это не просто одно и то же место вы знаете как очень много повторяющиеся места описанных так называемый синаптическими автором синаптических евангелий которые очень похожи по одной структуре написано возможно просто друг друга дополняли писали так скажем взяв кто кто библистикой занимался я несколько лет изучал библистику причем в разных школах так называемых православных протестантских да вот свободных то то библистик нам говорит о том что возможно евангелие от марка была взята за образ за структуру а все остальные написаны как и потом просто обрастали поэтому они больше и и более насыщены подробностями кто-то говорит что был еще некое какое-то такое такое маленькое евангелие структурное по которому по шаблону которого и написали все евангелие авторами как бы соблюдая всю эту последовательность не то что они там прям перепели ну как сказать не то что они такими формалистами были но действительно просто старались придерживаться определенных правил то в события эти были всем понятно что они были и уже кто первый там написал другие просто брали его за основание вполне похоже евангелие от она кто знает очень сильно отличается тем что там описаны очень много событий и много и немного тут такое слово да многое сказал вот которых нету в евангелии в синаптических так называемых евангелия матфея марка и луки как и соответственно в этих синаптических нет того что есть ванна и ванне нет ног чего чего есть в этих синаптических но наоборот есть те места как будто евангелист и он дополнил до эти синаптические причем дополнил такими важными моментами что удивляешься как в синаптических евангелиях было это упущено то же самое событие с воскрешением лазаря это невероятно невероятное событие само воскрешение четырехдневного трупа это уже просто невероятное чудо да и как в синоптиках его забыли вот тоже догадываешься это живой пример что это все писали люди и что к этому надо относиться здраво и что до нас возможно много чего даже не дошло что было с иисусом очень важно чисто по человеческому упущению и в этом мы видим что бог не нарушает свободы человека они не писали будучи знаете одержимыми как есть одержимые бесами так апостолы там и евангелисты святые первых времен и ученики христа прямые были там духом святым одержимы и вот он там строчит да что он ему диктует нет мы видим они были обычными людьми с разными талантами с разной памятью и так далее да и вот место которое мы конечно же с вами видим где иисус прямо говорит что оказывается в это время его второе пришествие воскрешение из мертвых и живых и здесь тоже конечно понимать что если живущие тут написано как будто только живущие и верующие в меня не умрет вовек а что которые умерли оживут умрут понятно что уже не умрет вовек относятся к обоим как как обоим так скажем группам людей те которые будут воскресать умершими во христе который будет воскресать и те которые живущие во христе будут в это время еще живы и встречать иисуса эти все люди не умрут вовек Как хорошо закончил Иисус Веришь ли этому Я хочу на этом тоже остановиться В этом плане прочтения этого эпизода И сказать верите ли этому Это очень важно Если в Матфея мы с вами не узнаем Таких подробностей То в Евангелии от Анна мы уже четко видим Евангелие от Луки Иисус, быв спрошен фарисеями Это 17 глава, 34-36 стих Это то, что касается до темы Но читать, как я вам говорил Я вам даже здесь пометил С 20 стиха в идеале Иисус, быв спрошен фарисеями О том, когда придет Царство Божие Заметьте, то есть контекст я хочу Как бы показать, а дальше вы можете Сами почитать Отвечал им, не придет Царство Божье Приметным образом И не скажет, вот оно здесь или вот оно там Ибо Царство Божье внутрь вас есть А ученикам сказал следующее Там речь более пространная, обширная Мы с вами сейчас зачитаем лишь 34-36 стих Вы можете обратиться и прочитать всю ее Сказую вам в ту ночь Будут двое на одной постели Один возьмется, а другой оставится Две будут молоть вместе Одна возьмется, а другая оставится Двое будут на поле Один возьмется, а другой оставится Из этого эпизода Мы с вами видим Что мы с вами видим Мы с вами видим, что Живые во Христе Которые будут Что именно Что с ним будет происходить Оказывается люди Причем надо заметить, что здесь ведь говорится Об очень близких людях Двое на поле Конечно, это могут быть рабочие Даже не друзья В одной, так скажем, организации В одном колхозе работать Люди могут вообще даже не общаться Но это могут быть и самые близкие люди Это подразумевает, что эти двое будут на поле Это двое домашних Это муж и жена Отец и сын Мать и дочь Дочь и отец, неважно Брат и сестра Кто угодно Очень близкие друзья Двое будут на поле В одной кровати уж понятно Где тут написано И двое на одной постели Ну понятно, о ком речь Вообще о муже и жене Это уж здесь точно понятно Двое будут молоть То есть работать Двое будет на поле То есть неважно где То есть настолько это будет удивительное событие Что люди даже вот будут Очень близкие Таким образом разъединены Те, кто живущие во Христе Будут что делать? Будут восхищены К Иисусу навстречу Это очень важно Здесь, конечно же, это место Нам рассказывает Как бы само событие Но, как я вам уже сказал Тоже Оно вообще нам ничего не говорит В принципе, здесь опять упущено Воскрешение из мертвых Ничего нам об этом не сказано Здесь нам сказано, наоборот О живущих Точно так же, как и в Матфее То есть тоже Очень понятно И очень четко И ясно, что будет происходить Что в этот момент Когда Иисус будет как молния являться Все живущие во Христе Что они сделают? Они вот Соберутся К Иисусу Это очень важно Будут восхищены Навстречу Господу Я специально поставил это место Третьим Хотя по-хорошему Можно было бы тоже поставить Вторым А потом закончить Речь Иисуса Но просто так как мы вернемся И апостолом Павлом закончим А прочитаем как раз у Павла Первое Это Ну я пишу В посланиях апостола Павла Есть два места Относящиеся к данной теме И мы с вами Первое рассмотрим Это послание Первое послание К Фессалоникийцам Четвертая глава С 13 по 18 стих Она просто Как говорится Продолжает Вот это место Иисуса О том Что такое берется Как это будет Поэтому мы с вами Подробно рассмотрим А закончим уже тем местом Где как Павел пишет Открывает нам тайну Божью Очень известное место Я-то его очень много раз цитировал Говорил о нем Да Ну кто-то может впервые Это услышит Не хочу же оставить вас брать Ну я не просто так Картинки Такого кладбища Ну так в основном в Америке Насколько я знаю Хоронят Никаких отдельных Каких-то мест нету Просто вот поля такие Закапывают Везде просто газончик И вот такие вот кресты Очень хорошая иллюстрация Да Не хочу же оставить вас брать И в неведении об умерших Дабы вы не скорбили Как и прочие Не имеющие надежды Почему я взял именно Христианское Это кстати христианское Кладбище получается Именно В Америке Да Дабы вы не скорбели Как не имеющие надежды Здесь идет Павел говорит Что он утешит тех Ну пишет Фессалоникийской церкви Церкви находящаясь В Фессалониках Или есть еще понятие Как Солунином По разному Эти народности назывались Да И он говорит Что я вас сейчас утешу Рассказываем о том Что будет с верующими В Христа Не с неверующими Которые не имеют надежды Которые ее отрицают Если и слышали о ней Речь идет конечно же О верующих во Христа Как и скорбели Чтобы вы не скорбели Как прочие Не имеющие надежды Ну и что же Как их утешает Апостол Павел Ибо если мы веруем Что Иисус умер И воскрес То и умерших В Иисусе Бог приведет С ним Ибо это Говорим Говорим вам Словом Господнем Что мы Живущие Оставшиеся До пришествия Господня Не опередим Умерших Потому что Сам Господь При возвещении При голосе Архангела И трубе Божьей Сойдет С неба И что произойдет Первое И мертвые Восхристе Мертвые во Христе Воскреснут Прежде Кто такие Мертвые во Христе Это люди Верующие И живущие По заповедям Христовым По заповедям Божьим По заповеди Любви Ко всему Божьему творению К растительному Миру К животному К духам И к людям Мертвые во Христе Воскреснут Прежде Потом и мы Оставшиеся В живых Сначала Воскресают Мертвые Потом и мы Оставшиеся В живых Вместе С ними Восхищены Будем На плаках Навстречу Господу По воздуху И так всегда С Господом Будем И так Утешайте Друг друга Этими Словами Я вам сейчас Вот так уменьшу Чтобы на одном Экране Все помещалось То есть мы с вами Что мы с вами видим Еще раз Господь идет Мертвые Воскресают Ничего Павел здесь тоже Никаких подробностей Как они Воскреснут Долго ли они Будут жить После воскресения Мы оставшиеся В живых Ну да Хорошо Мы тоже Его встретим То есть мы с вами Я вам специально Показал такую Я говорю Может быть лучше Было немножко по другому Я может быть после этого Видео все таки Поменяю И вот то место Я хотел Евангелие от Анна Оно не зря Четвертым Она всегда Раскрывает Последние Духовные тайны Последние Плотские Даже Хотите Тайны Его конечно Надо было Последнее Поставить Все таки Чтобы Проповедь И речь Складывалась Лучше Начать Конечно же Лучше С Матфея За кого Почитают Меня люди Потом Луку Да Вот это вот Место А можно И с Луки Даже Начать Оно Практически Нет Оно все таки Про восхищение Оно Вот второе Хорошо идет Ну а третье Из Евангелия От Анна И просто Показать Что у Павла То же самое То есть Да Мы видим Все то же самое Что говорил Иисус Господь Грядет Мертвые Воскресают Оставшиеся В живых Вместе С мертвыми Берутся С постели С поля Откуда угодно С дачи С огорода С работы С ясли Из больниц Кто действительно Жил во Христе Кто ожидал Неважно Где он Да Был Они берутся И восхищаются Навстречу Господу По воздуху И собираются Там Где будет труп Где будет труп Там соберутся И орлы Это кстати Все Это Вот Почему я вам сказал Конечно Вы можете Вот это вот место Лука В идеале До конца Прочесть Именно там Это большая речь На ответ Как придет Царство Божье Если фарисеем Иисус Почему Иисус Так ответил фарисеем Он ответил им По духу Потому что прежде чем Воспринимать Внешнюю информацию Нужно быть святым Он им сказал Вы сначала Чтобы узреть Царство Божье По наружке Вы сначала Его в своем сердце Созиждите Эту любовь Ко всему Моему творению Но ученикам Он уже рассказывает Именно как все будет По плоти Ибо там Где будет труп Он заканчивает Вот эту свою речь Именно в Луке 17.34 Отвечая на вопрос Как придет Царство Божье Там и где оно придет Куда оно придет Где будет труп Где распяли Иисуса Там соберутся орлы Там соберутся Кто такие орлы Это ученики Христа Это люди Познавшие истину И так всегда С Господом будем Так утешайте Друг друга Этими словами Ну и что же Мы с вами Видим дальше Ну а дальше Мы с вами читаем Первое послание Коринфянам Апостола Павла 15 главу Прочитаем С 51 По 55 Стих Ну я Контекст Кратко скажу Эта глава Целая глава 15 глава Апостола Павла Коринфской церкви Посвящена Воскрешению мертвых Бессмертию Человека Потому что Оказывается В той церкви Которую сам он насадил Которую как он сказал Я родил вас во Христе Родил Вырастил Больше всего О ней заботился Всех посланий По самому объему посланий Кто изучал библистику Знает что Коринфскую церковь Павел там Особо долго пребывал Ей занимался И очень О ней родил И Ну так как она была В принципе на пути Просто в разные места Куда он ходил По сути он там Больше всего проводил времени Да оставался там На долгое время И уже в этой церкви Которую он сам насадил Вырастил Взращивал Как он говорил Как мать вскармливает Грудное дитя свое Молоком Так я заботился о вас И кормил И питал Да И молоком А кто уже подрос И твердой пищей Уже в этой церкви Причем не просто Какие там На задних Скамеечках Сидящие Бунтовали Нет Как он писал И именно эта глава Этому посвящена Он говорил Что уже многие Из начальствующих Из вас Отвергают Не просто воскресение Христово Ну или В частности Точнее В первую очередь Воскресение Христово А потому И воскресение Вообще всех И христиан И вообще Бессмертную жизнь И вечную жизнь Все Да я христианин Но я верю в то Что Как говорят атеисты Как мой папа верует Да Что он сдохнет И его только червяки Сожрут Все Вместо того Чтобы умереть Во Христе И воскреснуть А именно Сдохнуть Вот так они веруют Именно это Я лишь один стих Добавил Сюда Прежде чем Зачитывать С 51 По 50 С 12 Там С первого Надо читать Прямо 15 главу Целиком Читайте Там Павел И защищает Воскресение Христа Во Христе Мертвых И всех людей В оконцовке На Великий Суд Потому что он говорит Если я Если Это же знаменитая фраза Ешь пей Веселись Душа моя Если завтра умрем Какой он говорит Смысл Если нет вечности Нет вечной жизни Меня Какой тогда смысл Потому что я там Тружусь Меня колошматит За эту проб И к истину Сколько раз Скорби там Терпят Сколько раз его убить Тоже До смерти Его там пытались Заколошматить Несколько раз Он говорит Зачем я все это терплю Зачем я творю добро Если всех червяки Сажут Какой еще смысл В праведной жизни Какая разница Как ты проживешь Вот Если же о Христе Проповедуется Что он воскрес Из мертвых То как Некоторые из вас Говорят Что нет Воскресения Мертвых Это 12 стих Я говорю Там большая речь Апостол Павел Это всякие слова Рекомендую К прочтению Кто вот Ну В сегодняшней теме Всегда Если вы слушаете Такое видео Мое Или кого-то Желательно Конечно Погрузиться И все это Тоже Более подробно Может кто-то Никогда с этим Не читал Вам это много Приоткроется Но заканчивает Это уже Как видите 51 стих Там где-то Порядка 60 стихов По-моему Это уже Последние стихи Там По-моему 60 стихов В этой главе То есть Вы можете понять Что он заканчивает Так скажем Свою эту речь Послание свое Там есть 16 глава Но она уже Немножко В другое русло Опять уходит А вот Заканчивает Он вообще Свою мысль Такими словами Говорю вам тайну Не все мы умрем Но все изменимся Вдруг Во мгновение Ока При последней Трубе Ибо вострубит И мертвые Воскреснут Нетленными А мы Изменимся Павел говорит Давайте Дочитаю до конца В принципе Помните Мы с этого начали То есть Я как предисловие К этому видео К этой статье Своих страниц На сайте Именно это и взял Ибо тленному Этому належит Облечься в нетлении И смертному Этому Облечься в бессмертие Когда же тленное Это облечется В нетлении И смертное Это облечется В бессмертие Тогда будет Сбудется Слово Поглощена Смерть Победу Смерть Где твоя жала Ад Где твоя Победа Мы видим С вами Что Павел Как бы дополняет Сам себя В принципе Как мы с вами Прочитали Сейчас все Из Евангелия Оттана То есть Зеркально При двух Или трех Свидетелях Вы знаете Очень люблю Эту фразу Говорящую Вот О том Что Истинно Всякое слово Как раз Когда у нас Есть такие Два или три Свидетельства Да В писании И мы С вами видим Что абсолютно Все точно Так же Где Иисус Тоже Где-то Он промолчал В какой-то Речи Проглотил Эту истину Да В следующий раз О ней сказал То есть Мы видим Тоже Иисус Первый раз Говорит Ну да Ну дождетесь Хорошо Ничего не говоря Кстати О воскресенье О воскресении Из мертвых Хотя Он об этом В других Местах Говорит Да Я в принципе Места Все выбрал Основно О живущих Да Потому что О воскресении Мертвых Понятно Иисус Тоже Не раз Говорил Да Вот И мы с вами Видим Как в конце Все-таки Иисус Говорит Что Некоторые Из вас Которые Воскреснут Или будут Жить Во время Второго Пришествия Но они Не умрут Вовек То есть Они Обретут Бессмертие Иисус Об этом Прямо Говорит Да На эти Вещи Тяжело Я сам Сколько лет Изучал Когда Писание Познавал Истину Что-то Я пропускал Не понимал Потом Со временем Ты все Вчитываешься Вчитываешься Интересуешься Какой-то Конкретной Темой Начинаешь Глубоко Изучать Именно Это Место Я много Раз Рассказывал Как я Много Раз Так И дел Меня Интересует Какая Тема Я Беру Чуть ли Не то Что Там Евангелие Не то Что Новое За это Я Всю Библию Мог Перелопатить Чтобы Найти Все места Касаясь Сюда Этой Темы И ответить Себе На той Вопрос На ту Тему Которая Меня Интересует Как Говорится Я Покой Себе Не Находил Пока Не Обрету Эти Познания Здесь Павел Если Обретем Бессмертие Это Очень Важно Это Очень Важно Что Оказывается Что Мертвые Воскреснут Что Живые Изменятся Да Поэтому Я говорю Вот такие Вот Иллюстрации Это Все Что Я Нашел Я Найдете Получше Пришлите Я С радостью Поменяю Эти Картинки Ну Так Хоть Что То Говорящее Да То 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 Она Прям С Слезет И Мы Сразу Станем Вечными Ну Как Слезет Тоже Знаете Это Понятие Это Будет Внутреннее Изменение Заметьте Когда Иисус Воскрес Из Мертвых Являл Своим Учеником Он Ничем Он Не стал Каким-то Инопланетянином Непонятным Его Плотни Как-то Да Его Не Узнавали Во-первых Вы Знаете Что Мы Видим В то Что Мы Верим Да И Так Как Они Не Верили Вот Ну Тогда Они Так И Не Поверили Христу Что Он В третий День Воскрес Да Они Именно Поэтому Не Верили Другу И Когда Его Встречали Разные Причем Ученики Женщины Мы С вами Видим Даже Сам Мария Когда В пещерной В погребальной Пещере Его Увидела Не Узнала Лукаш Шел Там С С Другим Учеником Вы Помните По Дороге Иисус Их Нагнал Его Тоже Не Узнали Потом Узнавали Со Временем Да Не Сразу Он Изменился Немножко Внешне Видимо Как То Ну И Плюс У Немножко Психологически Стоял Барьер Они Не Верили Что Это Мог Быть Он Да Вот Он Немножко Внешне Возможно Изменился Но Плоть Она Знаете Бессмертная Плоть От Плоти Такой Ничем У нас Не Отличается Кроме Внутренних Процессов Так Скажем Да То У нас Там Все Тлеет А то Ничего Тлеет Не Будет Все Органы Будут Обновляться И Работать Вечно Павел Нам Вторе Иисус Я Вообще Про Это Говорю Вам Тайну Кто Знает У Павел Просто Любимое Выражение Он Так Любил Выражаться Вы Знаете У проповедников У всех Есть Какой Свой Язык И Кто Тоже Я Вам Сейчас Вот Такое Расскажу В этом Видео Я Разных Слушаюсь У каждого Какие Свои Кто По своему Начинает Проповедь Кто Заканчивает Кто В середине Кто Употребляет Слова Вечно У него Такие Как Говорят Слова Паразиты Даже В хорошем Смысле Слово Вот Вот Это Говорю Вам Тайну И Тайну Божью Трех Сполнолетнее Служение Иисуса Вместить Даже Не Четыре Евангелия Это Одно Евангелие С четырьмя Разными Авторами Написано Если Убрать Все места Которые Повторяются В разных Евангелиях Порой Слово В словом Кто Изучал Глубоко То Знаешь Что Марк Практически Везде Повторяется В Матфе Луки Чуть Не Дословно Там Подчеркнуть Разности Нельзя Где Немножко Разные Вещи Но Очень Часто Одно И Тоже Очень Часто Прощальный Ужин По Матфею По Марку Один В один Там Вообще Ничем Не Отличается Просто Слово Слово Описано Казалось И Сколько Дополнений Мы Узнаем В Луке И Сколько Вообще Нового Мы Узнаем В Евангелии От Анна Где Две Главы Прощально Ужина Посвящены Как будто По Несколько Стихов Что Иисус Взял Чашу Благословил Хлеб Приломил И Все Кратко Несколько Стихов Прощальный Ужин И Сколько У Луки Чуть ли Не Целая Глава Мы Узнаем Что Они Там Кичились Кто Больше Из них Кто Меньше И Потом Мы Понимаем Как Иисус Усмирил Оказывается Умыв Им Ноги Именно В ответ На Это Чего Взял И Умыл И Многие Но Это Опять Мы Складывая Все Евангелие Видим Все Эти События Это Очень Важно Только Благодаря Луки Мы Видим Что Иисус Два Раза Поднимал Чашу Вина Не Многие Обращают На Этот Момент Внимание Аказ Первая Чаша Была Чашей Радости Как Вино Веселит Сердце А Уже Вторая Чаша После Хлеба Преломленного Означалась Символ Крови Символ Страданий Жертвенной Любви Да Даже До смерти Смерти Крестной Очень Важно То есть Они Точно так же Как мы Радость С Богом Со Христом Разделяем Точно так же И страдания Ну и Не одни Страдания Не только Чаша Символизирует Для нас Кровь С вами Кто Любит Прочищаться Эти все Прообразы Творить В своей Жизни Воспоминания Христа Надо не Забывать Чаша Не только Страданий Но и Радости Именно Иисус Об этом И сказал Примите Тоже Разделите Со мной Все это Мы видим Такие мелочи И подробности Просто Павел Опять же Другими Словами Иисус Совсем Кратко Сказал По крайней мере Так Как до нас Дошло В Евангелии От Она Что Одни Воскреснут Другие Увидят И не умрут Вовек Ну Павел Чуть 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 Подлиньше Плюс Это же Здесь Просто Еще Вся Речь Его Опять Не Все Мы Умрем Но Все Изменимся Вдруг Опять Пересление Так Много Текста Потому Что Еще Опять Все Условия Нам Описано Что Все Будет При Последней Трубе Уберите Лишние Все Слова В принципе Не так Много Тоже Но И Немало Чуть Побольше Даже Речи Иисуса Если Там Буквы Пересчитать У Павла Конечно Побольше Даже Уберем Вот Это Все Оговорки Причастные Обороты Там Во мгновень Когда Это Все Не Все Мы Умрем Но Все Изменимся И Мертвые Вас Я Уберу Чтобы Затенять Ненужное Выделять Нужное Еще Рас Прочитаем Говорю Вам Тайну Не Все Мы Умрем Но Все Изменимся Вдруг Еще Раз Это Я Тут Опять Он Проглотил Внетлением Потому Дальше Будет Говорить Что Ибо Этому Тленному Надлежит Облечься Внетлением То Еще Раз Не Все Мы Умрем Но Все Изменимся Мертвые Воскреснут Нетленными А Мы Изменимся Кстати Вот Я Грю Вот Точно Как Иисус Как Будто Проглочено Что Те Которые Воскреснут Да Там Не написано И Будут Жить Вовек Которые Живут Не Будут Не Умрут Вовек Да Как Я Вам Сказал Давайте Еще Раз Вот Их Надо Вместе Совместить Чтобы Они На Одном Экране Было Я Говорю После Ролика У меня После Роликов Тоже Много Откровения Уча Учись Как Дошлифовать Как Подать Ролики Я Уже Не Буду Перезаписывать Сколько На Это Сил Тратишь Вот Ну Текст Я Бывает Потом Меняю Корректирую То есть Еще Раз При Воскресении Лазаря Я Конечно И Там И Там Вовек Подставить И Тогда У нас Не Было Сомнений Смотрите Как Мы Совмещаем Два Текста Иисуса И Павла Понимаем Что Да Что Если И Умрет А Живет А Будет Ли Он Жить Вовек Павел Нам Отвечает Вот Я Еще Сюда Продублирую Вот К Павлу Добавлю Сюда Все Таки Цитату Из А мы Ибо Мертвые Воскреснут Нетленными А он Говорит Что Мертвые Воскреснут Нетленными Если Иисус Проглотил Что Он Не Умрет Во Век Мертвые Которые Воскреснут То Павел Нам Дополняет Да Они Воскреснут Нетленными Хорошо Прям Два Стиха Я Вот Ниже Я Сделаю Это Бы Хорошо Видите До Сделает И Тогда Прям Сейчас Проповедовать Очень Легко У вас Было Все На Экране Ну Что Уж Как Получилось Вы Можете Сами Потом Перейти На Мою Страничку Точнее Вы Когда Перейдете После Этого Ролика Я Все Дополню Вы Будете Видеть Здесь Пониже Я Два Стиха Вот Так Я У Павла Все Уберу Кроме Мертвые Воскреснут Нетленными А мы Изменимся И Слова Слава Будет Жить Вовек Ну И Наоборот А мы Изменимся А изменимся Во что Иисус Говорит А живущие А верующие Живущие Не умрут Вовек То есть Изменится Во что Внетление Внетление В абсолютное Бессмертие Да Павел Потом Тоже Говорит Что Ибо Тленному Этого Належит Облечься Внетление Но Может Он Говорит Только О Мертвых Может Это Изменившихся Не коснется Может Мертвые Детнего Ребенка Можно Конечно Затупить Я Просто Такие Тупежи Встречал В своей Жизни И Видел Как Люди Тупят Не По-детски Разбирая Библейские Тексты Да Конечно Здесь Уже Обо Всех Идет Речь Я Облечься Внетленье А Смертному Облечься Внетленье Когда Тленное Облечется Внетленье И Смертное Облечется Внетленье Тогда Сбудьте Слово Написано Поглощена Смерть Победу Смерть Где Твое Жало Ад Где Твоя Победа Я Просто Хочу Напомнить Что Воскреснуть Можно И В тленном Теле Загибайте Пальцы Но Я Буду Для Вас Это Воскрешает Сына Вдовы Вы Помните Когда Там Три с половиной Лет Голода Был Он У нее Жил Там Масло И Пшеница Не Кончалось И Потом Умер Сын И И И Воскресил Его Раз Он Просто Воскресил Этот Воскрешенный Юноша Отрак Там Мальчик Не важно Он Что Жив До Сих Пор Он Что Не Умер Потом Он Воскрес Да Бог По Просьбе И Даровал Ему Снова Жизнь Да Но Он Умер Конечно Вы Помните Как Некие Люди Несли Какого-то Мертвеца Там Какое-то Войско Что-то Шло Они И Испугались И в Погребальную Пещеру Где Лежал Усопший Умерший Пророк Елисей Там Уже Одни Кости Там Уже Все Тело Иссохло Ну Кто Знает Как В старину Могильные Пещеры Делались Там Кости Лежали На таком Как Называется Камешки Там Ну Человек Ложился Как Иисуса Положили Потом Он Превращался В одни Кости Все Истливало Так Этот Труп Скатившийся В эту Пещеру И Коснувшись Костей Елисей Ожил И Воскрес Воскрес И Ожил Ну Вернее Одно И то же Слово Воскрес Короче Или Ожил Как Хотите Как Вам Удоб Раз Случай Два Случай Вы Помните Когда Иисус Убивает И Он Испускает Дух На Кресте Написано Что Многие Из Святых Воскресли В И Ярусалиме И Явились Многим Раз Они Умерли Конечно Петр Вы Помните Воскрешает Тавифу Некую Девицу Очень Очень Светлый Очень Добрую Там Всякие Благотворительностью Занимающиеся Вы Помните Как Он Ее Воскресил Павел Вы Помните Юноша Некий Сидящий Слушающий Его Речи До Позднего Вечера Там Может Уже Ночью И Они Были В Горнице То есть В Верхней Комнате Некого Дома Во Второй Может Третий Этаж Сидел В окне От Великих Речей Апостол Павел Немного Приснул Но Это Я Так Уморю Упал Умер Павел Его Воскресил Эти люди Умерли Да То есть Оказывается Воскреснуть Можно Тоже Ну Хорошо Но Воскресли Все Ну Живущие Видят Второе Пришествие С Христа Ну Все Как И в первое Явился Иисус Ну Что Мертвые Воскресли Живущие Его Увидели Чуть Чуть Пожили И Все Во Христе Кто То Живет Во Христе Все Эти люди Обрели Абсолютное Бессмертие Вот Такое Вот Видео Такое Вот Ролик На самом Дель Как мы С вами Видим Ничего Ничего Нового Вот Павел Любил Эту Формулу Говорю Вам Тайну Не раз Употребляет Это Слово Если Даже Загуглите Слово Тайна Там Ну Через Поисковики Кто знает Как Пользоваться Всяким Сейчас Библейскими Текстами Там Можно Искать Через Них Очень Удобно Но Он Любил Так Выражаться Я говорю Это Ничего Великого В принципе Не Открыл И Даже Не Дополняется Иисусом Друг Друг Просто Надо Читать Правильно Вот И Все Иисус Нам Уже Открыл Все Тайну Даже Через Все То Что До Нас Дошло Это Очень Важно Какой Бонус Я хотел Я вам обещал В конце Сказать Еще раз По поводу Тысячелетнего Царства Во первых Я Хочу вам Сказать Что Вы помните Когда Иисус После Прощального Ужина Они уже Встают Выходят Идут В Гефсиманский Сад По Евангелию От Анны Это еще Две Главы После 13 И 14 Прощального Ужина Иоанн Описывает Еще Ихнюю Беседу По дороге В Гефсиманский Сад В самом Саду Пока Они еще Идут Это уже 15-16 Глава Перед 17 Главой Это Гефсиманская Молитва Иисуса Иисус Он говорит Такую фразу Еще Много Имею Сказать Вам Но Вы Теперь Не Можете Вместить Когда же Придет Он После Меня Дух Истины То Наставит Вас На Всякую Истину Ибо Не От Себя Будет Говорить Но Будет Говорить Что Услышит И Будущее Возвести Вам Соблазняться Некоторыми Местами Что Что У Апостолов В Книге Откровения По сути Тоже Книга Апостола Некая Ивана Есть Какие Места Которые Так Скажем Как Тысячелетнее Царство Раскрывают Нам Более Какие Вещи Даже О Будущем В частности Мы С вами Видим Что Все Это Согласуется Со Словами Иисуса То Что Иисус Прямо Говорил Тысячелетнем Царстве Не Говорит О том Что Книга Откровения Ее Теперь Можно Выкинуть На Помойку Причем Кто Смотрел Мой Ролик Я Записал Тысячелетнее Царство Где Прямо Точно Так Же Как Сегодня Показал Достаточно Мест В речах Самого Иисуса Где Он Приточно Они Не Могли Это Вместить Приточно Для Христиан Последнего Времени Для Таких Мы Узнаем Все Эти Места В Писаниях Иисуса Или В Притчах Вы Помните Про Притчу Смоковнице Я Показал Там Даже Не По Формуле Тысячелет Один День А Просто В Притче Иисус Показал Что Будет Два Тысячелетия Проповедь Христианства Без Него На Земле И Будет Тысячелет С С Ним Когда Он Будет Заботиться Об этой Смоковнице Удобрять Поливать Окапывать Ее Это Очень важно Здесь То же самое Конечно Это Прекрасно Что Апостол Павел Потому Что Даже Подобного Вот Так Вот Нигде У Других Апостолов Тоже Нет Апостол Павел По сути Единственное Так Глубоко Трогает Эту Тему Раскрывает Ее Как Мы Видим В Одном Месте Очень Серьезный Повод Для Этого Был Да И Фессалон Кеницах Тоже Очень Серьезный Повод Был После Первого Послания Которого С вами Сегодня Почитали Павел Вдогонку Пишет Второе Потому Что Опять Начинает Что Совращаться Смущаться Что Уже Настал День Господний Что Вы Не Помните Я Говорил А Теперь Пишу Раз Все Позабыли Что Будто Наступает День Господень День Христов Мы С вами Видим Воскресение Это Целая Глава Действительно Целая Глава Ее Можно Выделить И Всегда Какие-то Вещи Благодаря Моим Видео Запоминаете Это Целая Глава Кто Хочет Про Воскресение Подробно И вообще Принцип Воскресения И важность Воскресения И вечность Жизни Понятно Потому Когда Ты Принимаешь Как Верим Воскресение Нет Это Не Имеет Никакого Значения Ты Просто Вечен Так Скажем Все равно Кто Не воскреснешь В первое воскресение Просто Сам Себя Лежишь Лежишь Блаженства Участия В первом Воскресении И тысячелетнего Царства Со Христом Это Какое Может быть Счастье Царствовать С Богом На земле Быть Бессмертным Небольным Вот Уже Какое Счастье Предвкушение Царства Небесного Которое Откроется Через Тысячу Лет Но Во второе Воскресение После Тысячелетнего Царства Все равно Все воскреснут Все Земля Сгорит И все Дела На ней Небо Собьется Как ситок Все Предстанут На суд Божий И разойдутся Каждый По своим Обителям Кто В гиену Огненную Кто На новое Небо Новую землю Вот Это тоже Очень важно Поэтому Просто Принятие Вечной Жизни Это Самому Человеку Нужно Через Это Меняется Твоя Общая Жизнь Вообще По другому Жить Начинаешь Даже Здесь Сейчас Мы Здесь Что-то Рвем Куда Все Рвемся Нам Кажется Что-то Не Успеваем Дела Какие Делаем Когда Ты Отбретаешь Бессмертие Принимаешь Его Потому Что Ты Им Одарен В принципе Даже Если На Какое Время Заснешь Там Да Как Смертным Это Очень Важно Понимать Даже Даже Все Не Верующие Во Христа Понимая Это Ты Ведешь Абсолютно Другую Жизнь Уже Здесь Именно Эту Жизнь Жизнь Адской Школы Жизни Познание Добра И зла Это Очень Важно Именно Поэтому Я часто Начинаю С проповеди В личных Беседах С кем Знакомлюсь Кто Со Мной Люди Хотят Общаться Где-то В реальной Жизни Разговор Какие-то Заходят Я Очень Час Начинаю С Вечности Я Говорю А ты Веришь Что Тебя Червяки Не Сожжут Или Сожжут Это Очень Важно Через Это Тогда Все Меняется Через Это Все Меняется Человек Мировоззрение Принятие Или Непринятие Точнее Как Свободы Принцип Свободы Что Мы Абсолютно Свободны Избирать Между Добром Злом Потому Что Даже По Страхам Якобы Этой Смерти Тогда Когда Ты Понимаешь Что Ты Свободен И Ты Вечен Тебе Легче Избрать Добро Никто Как Иисус Сказал Кто Даже Эту Эту Может Забрать Плоть Никто У вас Не Может Забрать Вас Самих У Себя Вы То Что Вы Есть Не Бой Забирающих Убивающих Тело Иисус Сказал В Кто Это Часто Думают Что Это Сатана Ну Это Можно И так Прочитать Но Иисус Говорит О грехе Грех Сводит Человека В ад Иггия Огнен Сатана Он Лишь Обольщает Но Сводит Тебя Туда Грех Это Очень Важно Так Что Вот Так Вот Так Вот Видео Надеюсь Оно Было Полезно Назидательно Интересно Отрадно Надеюсь Вы В святой жизни В любви Ко всему Божьему Творению Растительному Миру Животному Миру Духом Не желать Даже им Зла Вечных Мук Дьяволу Это Деница Светлый Ангел Когда Нибудь Он Покается И будет Вместе С нами И людям Особенно Естественно Как Образов И подобие Божьем Верх Верхушки Творения В любви Ко всему Божьему Творению В котором Он Всячески Во всем Пребывает Которую Он Сотворил В котором Пребывает В этой Любви Мы Проявляем Любовь К самому Богу К Иисусу Христу В этой Любви Веры Его Второе Пришествие Ожидание Второго Пришествия Насладиться Блаженством Участия В первом Воскресении И тысячелетнем Царстве С Иисусом Христом Мне на этом Все Лепите Лайки Кому Нравятся Ролики Это Очень Важно Это Так Работают Алгоритмы Обретали Полноту Счастья Благо Бытия С счастливой Жизни Подписывайтесь На канал Кто не подписан И жмите На колокольчик Чтобы не пропускать Мои видео И сразу Получать Оповещения О новом Выходящих Поделитесь Этими роликами Этим роликом Другими Моими роликами Какие нравятся На своих Ресурсах В социальных Сетях Мессенджерах Каналах Ютубах Телеграммах Мои видео Можно перезаливать Я никаких Авторских Прав не заявляю Обещаю Не заливать Никому Там Ничего Не предъявлять Я об этом Говорю себя Публично Поэтому Может распространять Так как Считаете Нужным Нарезать Что-то Вырезать Целиком Перезаливать Даже Не просто Добавлять Я даю Полное Своё Согласие Разрешение На это Иисус Сказал Даром Получили Даром Давайте Всем добра Даром Подписывайтесь Даром Даром Подписывайтесь judите